На вершине горы набухшие склоны, которые у основания топорщатся косматым лесом, привольно раскинувшим узловатые деревья, венцом на ложе трав возлежит замок моих предков. Из века в век ощерившиеся зубцы стен держат в узде суровую, изрытые морщинами местность. Приняв под свое покровительство надменный замок, соперничавший по древности, судя по величественному силуэту, с замшелыми стенами. Древние башни, прокаленные вихрем поколений, в многочисленных язвах, оставленных медленно, но наверняка действующим ядом времени. В эпоху феодализма славились по всей Франции, наводя ужас на одних и восхищая других. Бойницы и укрытия видели баронов, графов и даже королей, готовых биться до последнего. И никогда эхо от шагов завоевателей не раздавалось в просторных залах замка. Однако с той героической поры все переменилось. Бедность, немногим отличающаяся от крайней нужды, и гордыня, не позволявшая наследникам осквернять свое славное имя торговыми аферами, обрекли на гибель некогда девственное великолепие владений. Так что все здесь, осевшие стены, запущенная буйная растительность парка, пересохший ров, наполненный пылью, щербатый внутренний дворик, накренившиеся башенки, покосившиеся полы, истлевшая обшивка, поблекшие гобелены, слагала грустную повесть об оскудевшей роскоши. С годами одна из главных башен развалилась. Потом наступила очередь других. Четырехглавая когда-то крепость стала одноглавой, а место могущественного лорда занял его обнищавший потомок. Здесь, в одной из просторных и мрачных комнат замка, впервые увидел свет девяносто лет назад. Эти стены, как и склоны горы, меченные темными мрачными чащами, лощинами, были свидетелями первых лет моей безрадостной жизни. Я не знал своих родителей. Мой отец погиб в возрасте 32 лет. Это случилось за месяц до моего рождения. Его убил камень, сорвавшийся с полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах. Я оказался на попечении слуги. Человека в высшей степени достойного и наделенное к тому же недюжинным умом. Если мне не изменяет память, его звали Пьер. Я был единственным ребенком. Одиночество, принявшее меня сразу после рождения, только укреплялось благодаря стараниям моего воспитателя, который всячески препятствовал какому бы то ни было общению с крестьянскими детьми, чьи семьи обосновались повсюду на раскинувшиеся у подножья горы равнине. В те времена Пьер объяснял свой запрет тем, что отпрыску благородного рода негоже водить дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина пряталась в другом. Он хотел уберечь мои уши от росказней ороке, который из поколения в поколение преследовал мой род. Эти истории, щедро рассвеченные, заполняли досуг арендаторов, собравшихся по вечерам перед жарко-растопленным очагом. Одинокий, представленный самому себе, я проводил годы своего детства, час за часом, изучая старинные фолианты, коими изобиловала сумрачная библиотека замка. Бесцельно слоняясь или одержимо спугивая вековую пыль в фантастическом лесу, прикрывающем наготу горы у подножья. Вероятно, это времяпрепровождение стало причиной того, что тень меланхолии довольно рано осенила мой ум. Занятия и исследования, навевавшие воспоминания о мрачном таинстве дикой природы, всегда имели для меня особую притягательность. Ученость не была моей эстезией. Даже те крупицы знаний, которые мне удавалось выловить, удручали меня. Очевидно, неохота моего престарелого воспитателя углубляться в историю моих предков по отцовской линии обостряла тот ужас, который пронизывал каждое упоминание о доме и невольно передался мне. На излете детства я сумел слепить воедино бессвязные обрывки разговоров, слетавшие с непослушного языка заговаривающегося старика и имевшие отношение к неким обстоятельствам, с годами превратившимися для меня из странных в муторно мучительные. И рано проснувшиеся во мне дурные предчувствия были пробужены обстоятельствами, которые сопутствовали смерти моих предков-графов из моего рода. Сначала я объяснял их безвременную кончину естественными причинами, полагая, что происхожу из семьи, в которой мужчины долго не живут. Однако с возрастом стал задумываться о бессвязанных старческих речах, в которых речь шла о проклятии из века в век, отмерявшем носителем графского титула срок жизни длиною лишь в 32 года. Когда меня минул 21 год, престарелый Пьер вручил мне рукописную книгу, переходившую, по его словам, на протяжении многих поколений от отца к сыну, с тем, чтобы каждый новый владелец продолжил летопись рода. Книга содержала поразительные записи, и их внимательное изучение ничуть не рассеяло мои мрачные предчувствия. В то время вера во все мистическое пустила глубокие корни в моей душе, и я не был в состоянии изгнать ее и отнестись к невероятному повествованию, которое я впитывал строка за строкой, как презренной выдумке. Рукопись перенесла меня в прошлое, в 13 век, когда замок, где я родился и вырос, был грозной и неприступной крепостью. Именно в те времена появился в наших владениях некий человек, весьма примечательный, хотя и низкого положения, в котором ему уступали лишь крестьяне. Его звали Мишель, впрочем, он был более известен как Мовы, что значит злой, поскольку о нем шла страшная слава. Он изнурял себя в поисках философского камня и эликсира молодости и слыл апостолом черной магии и алхимии. У Мишеля злого был сын по имени Карл, юноша, столь же сведующий в оккультных науках, сколь и отец, которого все звали Ле Сюрье или Колдун. Честные люди сторонились этой пары, подозревая, что отец и сын совершают нечестивые обряды. Говорили, что Мишель заживо сжег свою жену, принеся ее в жертву дьяволу, что именно он и его сын виновны в очистившихся исчезновениях крестьянских детей. Тьму, которая окутывала этих людей, прорезал лишь один искупительный луч. Ужасный старик иступленно любил своего отпрыска, и тот отвечал ему чувством, намного превосходящим обычную сыновью преданность. В ту ночь в замке на горе царила тревога. Исчез юный Готфрей, сын Генриха, графа С. Несколько человек во главе с обезумевшим отцом, прочесывая местность в поисках юного графа, ворвались в хижину, где жили колдуны, и застали там старого Мишеля Злого, хлопотавшего вокруг гигантского чана, в котором кипело какое-то варево. Не владея собой от бешенства и отчаяния, граф бросился на старика и несчастная жертва и спустила дух в его смертельных объятиях. Тем временем слуги обнаружили молодого Готфрея в дальних, пустовавших покоях замка. Но радостная весть пришла слишком поздно, чтобы остановить бессмысленную расправу. Когда граф со своими людьми покинул скромное жилище алхимика и двинулся в обратный путь, за деревьями маячил силуэт Карла Колдуна. Гамон, возбужденный вслух, донес до него весь о случившемся и на первый взгляд могло показаться, что он беспристрастно отнесся к судьбе, постигшей его отца. Медленно надвигаясь на графа, Карл монотонным и оттого особенно ужасным голосом произнес проклятие с того момента неотступно следовавшего по пятам за представителями рода графа С. Да не достигнет ни один отпрыск рода убийцы возраста, превосходящего твой, проговорил он и, отпрыгнув в сторону темного леса, быстрым движением выхватил из складок своего платья склянку с бедсветной жидкостью. Плескнув этой жидкостью в лицо убийцы, Карл скрылся за чернильными кулисами ночи. Граф скончался на месте и был похоронен на следующий день. С того дня, когда он появился на свет и до его смерти прошло немногим более 32 лет, тщетно крестьяне, разбившись на группы, прочесывали лес и земли, прилегающие к горе, колдун, умертвивший граф, исчез бесследно. Время и табу, наложенные на упоминание страшной ночи, стерли проклятие из памяти семьи графа. Когда Годфри, невольный виновник трагедии и наследник графского титула, пал от стрелы во время охоты в возрасте 32 лет, никто не связал его гибель сроком, перешедшим к нему от отца. Но когда много лет спустя Роберт, молодой граф, обладавший завидным здоровьем, был найден бездыханный в окрестностях замка, крестьяне стали потихоньку поговаривать, что смерть нашла их господина вскоре после того, как он встретил свою 32 весну. Людвиг, сын Роберта, достигнув рокового возраста, утонул в крепостном рву. Скорбный список пополнился поколение за поколением Генрихи, Роберты, Антуаны, Арманы, жизнерадостные, ни разу не согрешившие, расставались с жизнью, едва им исполнилось столько лет, сколько было их далекому предку, когда он совершил убийство. Окончив чтение, я понял, что ждет меня в не столь отдаленном будущем. Самое большее через 11 лет, а может быть и раньше. жизнь, не имевшая прежде в моих глазах большой ценности, с каждым днем становилась все милее и милее, и загадочный мир черной магии все глубже и глубже затягивал меня. Я жил отшельником, не испытывал влечения к науке как таковой, отринув современность ради средних веков. Я подобно старцу Мишелю и юноше Карлу трудился, стараясь владеть таинствами, деминологией и алхимией. Моя искушенность возрастала, но я все же был далек от того, чтобы постичь странное проклятие, обрушившееся на мой рот. Порой я утрачивал свой мистицизм и, бросаясь в другую крайность, пытался объяснить смерть моих предков более приземленной причиной, банальной расправой, начатой Карлом Колдуном и продолженной ее потомками. Убедившись после долгих разысканий, что рот алхимика не имел продолжения, я вернулся к своим студиям, стремясь найти заклинание, которое способно было бы освободить мою семью от непосильного бремени проклятия. В одном решении я был непоколебим остаться холостым. Я полагал, что с моей смертью подрубленное родовое дерево погребет под собой проклятие. Я готовился встретить свое тридцатилетие, как небесный глаз призвал Петра к себе. В полном одиночестве я похоронил старого слугу во внутреннем дворике, где он любил прогуливаться. В конце концов, мысль о том, что я единственное живое существо, обитающее в крепости, перестало занимать меня, ибо я жился чувством покинутости, которое притупило тщетный бунт против надвигающегося рока и почти смирился с тем, что должен разделить судьбу моих предков. Я проводил время, исследуя разоренные залы и башни старого замка, куда раньше не пускал меня юношеский страх. Проникал в закоулки, которые, по словам старого Пьера, не слышали человеческих шагов уже более четырехсот лет. Повсюду я натыкался на странные, внушающие трепет предметы. Я рассматривал мебель, покрытая пылью веков, осыпавшуюся трухой под зубами сырости, давно воцарившейся в этих комнатах. Небывалая дивная паутина окутывала все предметы. Гигантские летучие мыши хлопали жуткими иссохшимися крыльями в безграничном мраке. Настал момент, когда я повел самый тщательный учет каждому истекшему дню и каждому истекающему часу. Я был приговорен и срок исполнения приговора приближался с каждым движением маятника часов, украшавших библиотеку. Момент при мысли о которой я на протяжении стольких лет замирал от тоски был неотвратим. Проклятие вырывало моих предков из жизни незадолго до того, как они достигали возраста, в котором погиб граф Генрих, и я ежесекундно ждал прихода страшной гости смерти. Я не знал, в каком обличии она предстанет предо мной, но решил, что ей не встретить в моем лице малодушной дрожающей жертвы. С возросшим рвением я продолжил обшаривать замок. Событие, определившее мою дальнейшую жизнь, случилось во время одной из таких вылазок полуразрушенной крыло замка, когда мне оставалось по моим предчувствиям менее недели до рокового часа, который должен был стереть даже тень надежды на продолжение моего земного бытия и превратить меня ни в что. Добрую часть утра я посвятил полуразрушенной лестнице в одной из самых древних и потрепанных временем башен замка. День застал меня за поисками места, откуда спуск вел в помещение, служившее в средние века по всей видимости тюрьмой, а затем и использовавше для хранения пороха. По мере того, как я продвигался по пропитанному селитрой проходу, начавшемуся у последней ступени, настил становился все менее упругим и вскоре мерцающий свет моего светильника упал на голую сочившуюся водой стену. Лишенной возможности двигаться дальше, я хотел было уже повернуть назад, как мой взгляд упал на проделанную в полу неприметную крышку люка с кольцом. Мне пришлось повозиться, прежде чем я сумел ее приподнять. Из черного провала поднимался едкий дым, от которого пламя светильника заметалось шипением, позволив мне, однако, рассмотреть падающую, скользящую и гладкую глубину каменных ступеней. Опустив светильник в смердящую бездну, я подождал, пока огонь наберет привычную силу, после чего начал спуск. Одолев немало ступеней, я оказался в узком каменном проходе, проложенном, насколько я понимал, глубоко под землей, и долго шел по нему, прежде чем оказался перед иссеченной сыростью массивной дубовой дверью, которая оказала отчаянное сопротивление моим попыткам открыть ее. Выбившийся сил, я двинулся назад к лестнице, но, не успев сделать нескольких шагов, испытал потрясение по своей глубине и болезненности, не сравнимые ни с одним переживанием, будь оно плодом эмоций или ума. В могильной тишине я вдруг услышал, как скрипят ржавые петли, отворяющиеся за моей спиной тяжелой двери. Мне трудно описать свои чувства в тот момент. Я полагал, что старый замок давно опустел, и очевидное присутствие человека или духа словно ножом полоснуло меня по сердцу. Помедлив, я вернулся на звук и, не веря себе, проник взглядом представшему передо мной видению. В проеме старинной готической двери стоял человек в длинном черном средневековом платье и старинном головном уборе. Его роскошные волосы и дремущие борода отливали чернотой. Я никогда не встречал человека со столь высоким лбом, столь узловатыми, похожими на клешни, мертвенно-бледными руками и столь глубоко запавшими щеками, обрамленными суровыми морщинами. Его костлявое, аскетическое до истощения тела странно и уродливо контрастировало с роскошью одеяния. Но более всего меня поразили его глаза две бездонные черноты, сочащиеся безрассудной нечеловеческой злобой. Пристальный взгляд, направленный на меня, был преисполнен такой ненависти, что кровь застыла в моих жилах, и я словно привоз к полу. Наконец, человек заговорил, и его резкий голос, которым звучала нескрываемая злоба, тяжелая и глухая, только усугубил мой ужас. Незнакомец облекал смыслово деяния, скроены по латинским образцам, но язык, которым пользовались просвещенные люди в средние века, был мне не совсем чужим, так как я освоил его благодаря усердному изучению трудов алхимиков. Он повел речь о родовом проклятии, о том, что мне недолго осталось жить. Во всех подробностях описал преступления, совершенные моим предком, и, не скрывая злорадства, перешел к мести Карла Колдуна. Я узнал, что в ночь убийства Карлу удалось сбежать, но через много лет, дождавшись, когда наследнику графа исполнится столько полных лет, сколько было его отцу в роковую ночь, он вернулся, чтобы выпустить стрелу в его сердце. Тайком пробравшись в замок, Карл скрывался в том самом заброшенном подземелье, у входа в которое и стоял зловещий рассказчик. Роберту минуло 32 года, и тогда Карл подстерег его неподалеку от замка, и силой заставить проглотив яд, умертвило его в рассвете сил. Так продолжалось мщение, предсказанное в проклятии. Предоставив мне подобрать ключ к величайшей загадке, состоящей в том, почему проклятие не умерло вместе с Карлом колдуном, который рано или поздно должен был найти успокоение в земле, мой собеседник пустился в пространные рассуждения об алхимии и об опытах, коим посвящали все свое время отец и сын, не утаив и того, что Карл бился над получением эликсира, дарующим тому, кто его отведал, вечную жизнь и неувидаемую молодость. Водушевление, охватившее незнакомца, казалось, вымело из его взгляда жгучее злорадство, так ошеломившее меня поначалу, но внезапно дьявольский блеск снова вспыхнул в его глазах и из горла вырвались странные змеиные шипения, после чего он высоко поднял склянку с очевидным намерением умерпить меня тем же способом, который шесть столетий назад выбрал Карл Колдун, чтобы расправиться с моим предком. В мгновение ока сбросив с себя оковы оцепенения, подстегиваемые инстинктом самосохранения, я запустил в моего палача слабо мигающим светильником. Склянка ударилась о камень и в этот момент платье незакомца вспыхнуло, окрасив воздух мутным отцветем пламени. Мои нервы и без того расстроенные не вынесли полного ужаса и бессильной злобой вопля несостоявшегося убийцы, и я рухнул без сознания на скользкие камни. Когда наконец я пришел в себя, вокруг сгустилась тьма. Разум, раненный всем произошедшим, отказывался осмыслить настоящее, но любопытство все-таки одержало верх. Кто это отродье зла, думал я, как проник этот человек в замок? Откуда эта одержимость, с которой он жаждал отомстить за смерть Мишеля злого? Как могло получиться, что проклятие из века в век неумолимо настигало свою очередную жертву? Я знал, что отныне свободен от пуд многолетнего страха, ведь я сразил того, кто призван был стать орудием проклятия, и теперь меня охватило жгучее желание осмыслить несчастные события, омрачившие историю моей семьи и приводившие мою юность в непрерывный кошмарный сон. Исполнившись решимости разобраться во всем, я нашарил в кармане огневый кремень и зажег светильник. Первое, что бросилось мне в глаза, было изуродованное почерневшее тело загадочного незнакомца. Его глаза еще недавно горевшей злобой заволокла смертельная пелена. Содрогнувшись от отвращения, я прошел в комнату за готической дверью. То, что открылось моему взору, более всего напоминало лабораторию алхимика. В углу высилась гора сверкающего желтого металла, из которой луч света высек сноб искр. Вероятно, это было золото. Но все пережитое поверило меня в столь странное состояние, что мне не хотелось терять времени на изучение металла. Проем в дальнем углу комнаты вел в самую чащу дикого леса. Пораженный, я понял, каким образом незнакомец проникал в замок и пустился в обратный путь. Я поклялся себе, что не стану смотреть на останки моего врага. Но когда я приблизился к телу, до меня донесся едва уловимый стон, словно жизнь еще не покинула бренную оболочку. Цепенея от ужаса, я склонился над распростертым, на полу обугленным и покореженным телом. Внезапно пелена спала с его глаз и сквозь их черноту более пронзительную, чем спекшийся уголь лица, проступило нечто, что я бессилен описать. Потрескавшиеся губы селились выдолкнуть какие-то слова. Я смог различить лишь имя Карла Колдуна. Мне показалось так же, что с изуродованных губ сорвались слова Вечность и Проклятие. Напрасно я селился собрать воедино жалкие обрывки его речи. В ответ на мою растерянность смоляные глаза незнакомца окатили меня такой злобой, что я задрожал, забыв о бессилии моего противника. Подхваченный последней волной утекающей силы, несчастный чуть приподнялся на сырых склизких камнях. Я помню, как в предсмертной тоске он вдруг обрел голос и отлетающее дыхание выплеснуло слова, которые до сих пор преследуют меня и днем и ночью. «Глупец!» выкрикнул он. «Неужели ты так и не понял, в чем мой секрет?» «Жалкий умишка, не способный догадаться, по чьей воле на протяжении шести веков твой род не мог избавиться от страшного проклятия?» «Разве я не рассказал тебе о чудесном эликсире, дарующем вечную жизнь?» «Тебе ли не знает, что тайна, над которой бились алхимики, открыта?» «Слушай же, это я!» «Я!» «Я!» «Я прожил шестьсот лет!» «И все шестьсот лет я мстил!» «Мстил!» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok